Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. Мы продолжаем обсуждать с вами сериал Весло Времени, не Роберта Джордана. Серьезно, на этом этапе я уже более чем уверен, что если вы зайдете в комнату сценаристов сериала Колесо Времени и спросите их про Роберта Джордана, на вас посмотрят как на идиота и скажут вам «Ты чё, Майкл Джордан? Какой Роберт Джордан вообще?» Итак, прежде чем начнем, хотел бы быстренько ответить сразу на один вопрос. Итак, почему мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус? Почему я продолжаю смотреть этот сериал и делать на него обзоры? Мало того, что он неинтересен, так еще и просмотры достаточно низкие на каждый из обзоров. Тот уровень усилий, которые я обычно вкладываю в обзоры, подборка кадров и так далее, я не буду больше вкладывать в этот сериал. Но я прекрасно понимаю, что для многих людей возможность посмотреть мой обзор это своего рода какая-то терапия. Серьезно, я не беру на себя слишком много, во всяком случае, как мне кажется. Точно так же, как мы делимся здесь с вами позитивными эмоциями, когда есть какой-то сериал, который безумно нравится и хочется с кем-то этим поделиться, когда тебя так сильно бомбит, что просто разрывает, очень полезно заходить в определенные места, где можно этими эмоциями поделиться, выплескнуть их хотя бы и не держать их в себе. И если вас от этого сериала бомбит, как поклонника Роберта Джордана, то, скорее всего, вы попали по адресу. Если бы не было этих комментариев, которые мне пишут о том, что действительно хорошо, что можно заскочить сюда и написать то, что ты действительно думаешь по поводу этого сериала, я бы, наверное, забросил. Но учитывая то, что Ютубом я занимаюсь не только для себя, а еще и потому, что хочется мне верить, что я кому-то чем-то даже помогаю периодически, поэтому мы будем продолжать до самого конца. Я так понимаю, что бомбеж не прекратится, потому что, ну, сериал как бы хорош и качественно не становился в определенных аспектах, он становится все дальше и дальше от произведения Роберта Джордана. А для меня, лично для меня, это главный фактор качества этого сериала. Но чтобы не было того, что Игорь всего лишь ругает и вообще ничего хорошего не видит, сразу скажу, что нет. Ребята, начиная с первой сцены, первая мысль, которая мне пришла в голову, это, блин, вот там, где и Шамейль ходит, и какой саундтрек играет в этот момент, если бы все, кто занимался этим сериалом, были того же уровня профессионализма, как и те, кто пишет музыку и занимаются поиском локаций, то мы бы с Валем жили совсем в другом мире, и этот сериал был бы, наверное, одним из лучших, что мы с вами видели, потому что, действительно, локации топовые. Даже вот тот же Кэриэн, вот это вот место, где возрождают Ланфир, практически все локации, ну, за исключением обычных, там, деревенских каких-то, они прям вот на 5 баллов. И саундтрек, очень-очень много треков, которые запоминаются. Это, кстати, еще с первого сезона. На мой взгляд, по-прежнему, одно из лучших, что было в первом сезоне, это музыка. И вы знаете, в этом обзоре я не буду проходиться прям по каждой сцене. Да, у Мариэн, оказывается, есть младшая сестра, которая выглядит старше ее. Ура! Еее! Вы придумали это сами? Какие вы молодцы! Как же повезло, что вы у нас существуете, и как же хорошо, что Роберт Джордан уже не с нами, потому что он бы уж точно оценил бы эту придумку. После того, как он придумал 2500 персонажей, единственное, что ему не приходило в голову, это то, что нужно было еще сестру Мариэн придумать, старенькую. Чтобы между ними были моменты, в которых они могут показать друг другу, какие они герлбоссы, и как они могут друг друга загерлбоссить, чтобы все герлбоссы встали и похлопали. Но что действительно интересно, и мне тут действительно нужно ваше мнение, может быть, мне показалось, но в некоторых моментах складывалось ощущение, что редактировали, ну, из рук вон плохо. Очень странно, особенно в сцене. Первая сцена между Найниф и Эгвейн, когда между ними происходит разговор, и вот Эгвейн подходит, и вдруг ее там, она отходит обратно. И то есть вообще нет никакой продолжительности между кадрами. Я надеюсь, я правильно называю этот термин continuity. То есть, например, если я в кадре даю кому-то пощечину, то нельзя показать только лишь меня, двигающего вот так вот рукой, и на следующем кадре уже кто-то стоит и держится за щеку. Нужно, чтобы было видно, каким образом произошла пощечина. Либо с моего ракурса, либо с ракурса того, кто получает эту пощечину. То же самое здесь. То есть, вроде бы, Эгвейн только дернула руку, через секунду камера уже на ней, и вдруг она спокойно совершенно стоит, ничего вроде не произошло. И таких моментов было несколько на протяжении эпизода. Это было очень странно выглядеть. Не лично это резало глаз. Интересно, если кто-то еще среди моих зрителей обратил на это внимание. Далее мы двигаемся вперед. У нас там Алана, Лан и все ее стражи-извращенцы. И вот в моменте, когда нам показывали, ну, боже, какие они все добрые. Какие они зайки-то, господи, стражи, играются с детишками. Ути-путички мои хорошие. Прям каждого стража хотелось схватить за щечки и вот так вот сделать ему тьму и халюси, тьму и халюси. Вот эти вот эмоции, которые вызывают обычно стражи, опять же, мира Роберта Джордана. Но в целом все равно. Уровень сценарной работы в некоторых моментах стал намного лучше. Во всяком случае, идиомы имеют какое-то определенное значение. И опять же, если мы сравним с колесами власти, которые выходили недавно, у нас там были идиомы типа корабль плывет вверх, смотрит вниз, и если ты посмотришь вниз, то корабль хрякнется тебе на бошку, и ты умрешь, и этого сериала не будет. Но здесь у нас хотя бы вот есть определенные нюансы, типа вот Марейн была водой, она была очень гибкой, энергичной и так далее, но она превратилась в лед. И в лед она превратилась после того, как поняла, что дракон возрожденный придет в этот мир во время ее жизни, и именно ей, Суан Санчей, и больше никому придется заниматься тем, чтобы он действительно смог исполнить пророчество и спасти этот мир. Марейн тем временем ищет Ранда. Ранд у нас очень умный персонаж, он, естественно, имя не поменял. Я как бы задумывался об этом вначале, потом думал, а зачем ему нужно имя менять? Вот зачем, чтобы если тебя кто-то хочет найти, этот человек не мог бы просто прийти в город и сказать, слушайте, у вас здесь рыжий чувак по имени Ранд есть, нет? Нет, хотя бы назовись по-другому. Ну, ладно, окей, допустим. Опять же, маленькая придирка, маленькая придирка с моей стороны, но те люди, которые читали книги, помнят, кто такой Ранд, и что он из себя представляет, даже будучи пастухом, даже творя кучу ошибок, это все равно персонаж, который буквально с самого начала вызывает восхищение. Ё-моё, это дракон возрожденный, это самый сильный Таверин. Естественно, этот человек будет особенным. Пока что мы видим, «А-а-а, Селин, а-а-а, я тебя люблю, а-а-а, вот и все». Еще один вопрос, которым я задался после выхода этого эпизода, это каким образом работает старение оседаемой. Мы видим на картине, что Марейн смотрит на себя и свою младшую сестру. Марейн выглядит так же, как она выглядит сейчас, как Роза Мунпайк, но чуть-чуть помоложе, а ее младшая сестра выглядит, как маленькая девочка. Сейчас ее младшая сестра выглядит на все 70, а Марейн выглядит чуточку старше. То есть, грубо говоря, за 60 приблизительно лет Марейн составилась года на 3-4 внешне. То есть, когда мы видим Верин или каких-нибудь других оседай, которые постарше, Суан Санчей и так далее, им сколько лет? 500? 15 тысяч? 25 тысяч лет? Каким образом работает старение оседай в этом сериале? Мне кажется, сами создатели здесь этого не поняли. Они решили поиграть в дневники вампира, чтобы показать «А, это вот мы такие вот бессмертные, и мы вынуждены видеть, как люди, которых мы любим, они стареют». Мы это видели 15 тысяч раз. У Джордана это было интереснее. Если бы вы адаптировали книгу, у вас бы не получились бы дневники вампира с магией Джордана. У вас получился бы Джордан, который был бы гораздо лучше. Дали еще один вот-то факт момент лично для меня. Это когда Марин приходит к Лагайну, и он начинает типа «О, я Лагань, я сумасшедший, давай вместе по сумасшедшим». И задает ей еще более сумасшедший вопрос. «Ты послала Ранда сюда тоже?» Каким образом Марин вообще его послала сюда? Да, то есть она, когда она успела это сделать, даже если она успела это сделать, кто это вообще разрешил посылать дракона? Лже-дракона, неважно, но все равно. Усмиренного, ну неважно. Куда-то в Каириен, в Сихбольницу. То есть каким-то образом Марин продумала еще 27 шагов наперед, что она попадет в Ока Мира, что Ранд решит уйти. И он пойдет именно в Каириен. И именно в Каириене он найдет Лагайна, и там попросит его, чтобы он обучал. И после чего Марин ему еще говорит, «Ты будешь обучать Ранда?» Каким макаром укращенный мужчина будет обучать Рандо? Чему он ему будет обучать? Он не может этого сделать никак. Так, опять же, ну ладно, я опять притягиваю эту какую-то непонятную книгу, о которой создатели, судя по всему, слыхом не слыхивали, которую написал Майкл Джордан. Ну, другой немножко, в шляпе, с бородой такой был. Но этот момент, кстати, говорит о том, что, судя по всему, того учителя, который Ранд нашел для себя в книге, нам ожидать не стоит. И вообще, я думаю, что этих учителей, грубо говоря, вы сами поняли, о ком идет речь, скорее всего, будет гораздо меньше, чем в книге. Может быть, двое, трое или четверо максимум. Посмотрим. Опять, как всегда, немножечко позитива. И Лейн, и Игвейн, хорошо, по-прежнему гуд. Динамика между ними, это одно из наиболее близко тому, чего я хотел увидеть во время адаптации. И я действительно жду, что будет дальше, учитывая то, что их ждет. Я надеюсь, по книге это все-таки хоть как-то будет по книге, то, что их ждет. Меня заставляет действительно, как бы, ну, быть немножко воодушевленным. Все-таки в кавычках, но воодушевленным, потому что пока что действительно этот дуэт работает хорошо. Но в том моменте, когда Найни просто там что-то гуляет по Белой башне, где подходит страж, опять же, непонятно, откуда взявшийся, непонятно, почему там стоявший, играющий своими, вы поняли, чем, кубиками и си-сяо. Ну, наверное, потому что это то, что действительно в адаптации волнует Рейфа Джапкинса. Сценарий? Нахрен. Сюжет? Нахрен. Господи, какие-то актерские моменты? Тоже, нахрен. Главное, чтобы было побольше моментов, в которых могли сказать, ааа, Лан тренируется в замедленном действии, делает, фух. А вот страж у нас подошел и делает, аа, Найниф, я хочу стать твоим стражем. Ла-ла-ла-ла. Иди, маяц, ты стражем стань. Будь моим стражем, я стану твоим стражем. Будем стражить друг друга. День и ночь. И в этот момент я просто чувствую, что, ребята, все, что я съел утром, очень сильно просится наружу. Но даже это не так страшно, как тот момент, в котором он ей говорит, слушай, Найниф, дорогая, я так удивлен, что за тобой не следует огромное количество оседай по Белой Башне, ведь ты научилась направлять, находясь в арках. Такого нахрена вообще никогда не было. Может быть, вообще никогда не было, может, даже до разлома никогда не было. И действительно вопрос, а где вся оседай? А где хоть какое-то упоминание? А где вопросы? А что ты сделал? А кто? Почему всем пофиг? Почему всем пофиг, что воскресили мертвую женщину? Окей, она была не мертва, она просто прилегла с выжженными глазами и не дышала. Подошла и Гвейн исцелила, и окей, никто не обратил на это внимания. Но после того, как человек, который не умеет направлять вообще без блока, то есть у него блок стоит, и который умудрился каким-то образом направить, находясь внутри арок, внутри которых направлять нельзя, все такие, а ну нельзя и нельзя. Ну окей, ладно, походим, побудем ли Андрин, который будет сдалека смотреть и улыбаться с таким гордым видом, ой, Найнив, моя любимая, моя хорошая Найнивушка. Боже мой, вся белая башня, столько лет живу, существую, ни разу нормальной подружки не нашла, но вот пришла Найнив, и все, и сердце мое отеплело, теперь будем мы дружить и заплетать друг дружке косы. Хороший момент, когда нам показали, как Лиандрин приходит к Лиане, говорит ей, что там на западе начинается небольшая неразбериха, кто-то что-то там мурыжит и нападает, и короче, всякие проблемы у вас под названием Шанчан, но мы еще не знаем, что это Шанчан, Лиане говорит, ну бывает, пофиг. Это прям по книге, как Айседай тупили в книге, это действительно нужно уметь. И слава богу, нам наконец-то хоть показывают, что, о господи, женщины, Айседай, это не ангелы во плоти, которые вообще не умеют делать никаких ошибок. Хорошо, хоть какая-то работа в эту сторону есть. Ну, естественно, хорошо, что у нас есть Трио, Илайс Мочиара, Перина и Бара и Прыгун. И как вы думаете, естественно, кто самый харизматичный, на кого приятнее всего смотреть в этом Трио, это безусловно Прыгун, ну потому что деживай, волки их там вроде как бы тренировали или что-то в этом роде, или просто нашли какую-то собаку, которая на волка похожа. Но в любом случае Прыгун самый лучший мальчик, самый хороший мальчик после Арни, естественно, Арни не выступай, но он очень хороший мальчик, и как бы, ну, со мной это очень легко. Вы мне покажите собаку, я уже доволен. Назовите ее Прыгуном, я вообще буду прыгать от счастья. А вот следующая сцена очень хорошо иллюстрирует, как сильно мое отношение к этому сериалу отличается от тех сериалов, которые мне нравятся. Когда мы с вами смотрим разделение извне, бункер или еще что-то, мы копаемся, кадры там, фриз-фреймы, находим детальки, читаем книги 1899, стихи там читаем, пытаемся найти намеки какие-то. Когда Лан и вот этот Страж начали что-то говорить про Узы, я человек, который читал Джордана полностью дважды, и отдельные книги, не знаю, сколько раз вообще сбился со счета, я полностью потерял связь, каким образом работают здесь Узы между Стражами и Айсида. Я заглушил, ты заглушила, ты пошел, я отошел, теперь у нас нет Узы, Узы были, Марин их включает, выключает, короче, что вы от меня вообще хотите? Если я это не понимаю, то каким образом обычный зритель это будет понимать? Мне кажется, это будет точно так же, как с лором, который выдала нам Сюрот во второй или в третьей серии. Типа, Лютейр, Пендрак, там уплыл туда-сюда, и теперь мы вернулись, потому что Артур истребиное крыло. Чего? Какое крыло? Зачем крыло? Никаких крыл не надо, покажите лучше пиу-пиу, айседай, вот и все. Ну, Марин по-прежнему ищет Ранда, а его Селин привела туда, где она раньше была с Люсом Террианом Таламоном ходила, потому что разлом, он работает селективно, мир разломался, но вот это место сохранилось, и Селин там ностальгирует вместе с Рандом, который не Люс Террианом Таламон, но как бы лучшая его замена. Резиновый Люс Террианом Таламон пока что не продается, искусственный интеллект еще не доработали, поэтому приходится довольствоваться вместо темнокожего Люса Терриана Таламона каким-то бледным рыжим Рандом. И опять же смешной момент, друзья, потому что, если бы вы мне два-три года назад сказали, Игорь, слушай, тебе самый симпатичный персонаж в Колесе Времени будет Леандрин, я бы вам в лицо рассмеялся и сказал бы, вам лечиться нужно. Но действительно, спустя два сезона, самый симпатичный персонаж в этом сериале это Леандрин. Красная Ая, которая, как вы многие из вас догадались уже в конце этого эпизода, не совсем красная, а иногда замышляет различные делишки. Потому что во время диалога между Найниф и Леандрин, Леандрин настолько участвует в этом во всем, она ей помогает, она ей дает совет, делится своим мудростью. Она показывает уровень эмпатии, который Майорейн, по-моему, не показывал на протяжении всех полутора сезонов. И что мне еще понравилось в этом моменте, это опять же, что Найниф действительно ПТС-арочка, но не до конца разработанная. Потому что, опять же, поставьте себя на место этого человека. Каким образом ты вообще когда-либо будешь доверять тому, что вокруг тебя это реально? Учитывая то, что ты прожила всю жизнь, мне еще доказывали в комментариях, нет, она там была всего несколько дней. Алё, она зашла в эту арку без ребенка, вышла с взрослым ребенком, которому лет 8-9-10. Естественно, она там годами была, да, то есть, она приехала с Ланом в Двуречье, даже если они в первый день пошли уже, как бы, работать над ребеночком, все равно лет 9-10 она провела в Двуречье. И после того, как в прошлом эпизоде она вышла из арки и не смогла отличить это от реальности настоящей, то что вообще может ей гарантировать, что сейчас, когда она вышла из арки, это снова реальность, а не продолжение испытания. Она вообще должна быть полностью уже свихнувшейся и сидеть где-нибудь в белой рубашке, а не в белом платье и говорить, «Ай-седай, ай-седай, хочу лечить, хочу лечить, ай-седай, ай-седай, буду желтой». Далее вот этот вот разговор придурочный между Марейной и ее сестрой, типа «Я, у меня на тебя нет времени, младшая сестра, я Марейн». А ты говорит «Нет, ты посидишь и попьешь у меня чай, потому что я уже забрала всех твоих шпионов». И с тобой «Ух ты, ух, 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 какой, ух, какие они все-таки, ух, ух, прям вот это момент». Если бы он каким-то образом двигал куда-то сюжет, было бы прям еще лучше, но даже без этого, даже просто, чтобы показать, какие они прям «Ух, ух, 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 ух». Ух, это было, конечно, обязательно нужно нам. Далее у нас оказывается, что Найниф, будучи принятой, оказывается, может гулять из башни, как хочет выходить, уходить, и она отправляется сейчас в фалмы, потому что Леандрин ей сказала, что Перинайбара попал в ловушку. Это действительно так, Леандрин не соврала. Но когда она собирается, вместе с ними отправляется и Элейн, то есть троица у нас собираются, и Лейн, и Гвейн, и Найниф, охотница за сестрами тьмы, появляется Леандрин, делает им каме-аме-а, вырубает их нафиг, и в следующей серии мы узнаем, что действительно с ними произошло. Я надеюсь, что эту ветку, которую, опять же, все, кто читал, знают, что далее должно произойти, сделают нормально. Хотя бы нормально. Я не прошу «хорошо», но хотя бы нормально, потому что это одна из самых крутых веток, которая есть. Но дружба с логикой по-прежнему не работает, как и дружба с первоиспочником. Оказывается, во-первых, что Мин у нас, ее тетушки в детстве гнобили просто. Опять же, в книге у них нормальные отношения, но в детстве Мин заставляли прям вот работать. Паши, девочка, давай, быстро читай будущее всем. А ей было так тяжело с этим всем. Она не могла, потому что тут она увидела, как кого-то убили, а тут она увидела, как кого-то прибили, а тут кто-то обкакался прям буквально через пару часов, и Мин это знает уже, что вот это то, что с ним произойдет. Поэтому, поэтому, когда она выросла, она сделала все возможное, чтобы быть в изоляции в таверне. Спасибо большое моему патреону, Дмитрию, который обратил на это внимание. Человек, которого сильно, вот прямо сильно мешает ему его видение, ее видение, простите. Поэтому, что она сделала, чтобы защитить себя, свой мозг и свою психику, она отправилась работать в таверну. Да, потому что в таверне мало людей. Охеха! Ну, в общем, к Мин приходит и Шамаэль, потому что и Шамаэль тут вообще ко всем приходит. Ему вообще не лень. Чувак, работает ударно, прям стахановец колеса времени. К Мин пришел, к Перину пришел, ну, к Ранду, нафиг Ранда. Главное, ко всем зайти, он скоро там Степина наведает, там, к Хараду Лухану заскачет, в Двуречи, там, кому-нибудь еще там сбегает, к Тему Алтору скажет ему, привет, как дела, дорогой? Может, тоже вместе поработаем? И он предлагает Мин, короче, будешь со мной работать, а не будешь работать, я тебе устрою кирдык. И Мин такая, ну, хорошо, ладно, уговорили. Буду работать. Опять же, кто-то скажет, что я притягиваю, но, на мой взгляд, это снова плевок в первоисточник. Да, скорее всего, Дали нам покажут, что Мин каким-то образом станет снова хорошей, и она не поможет Балзамону до конца, ну, и Шамаэлю, естественно, и она там будет, эээ, ба-ба-бла, позитивным персонажем. Но сам факт того, что она согласилась, когда Темный или Шамаэль пришел к ней, а не просто послала его нахер, и сказала ему, окей, убивай меня, уже говорит о том, что это далеко не та Мин, которую мы видели в книгах с вами. Ну, и концовка у нас. Ранды сели, что-то спят, почему-то на улице спят, когда рядом кабина, вот, и те целый домик в деревне, как говорится, заходи, но им захотелось поспать под открытым небом. Ну, потому что нужно было сделать, не знаю, эффектный момент, как исчезающий появляется. И вот тут действительно еще один плюс, мне нравится, я уже говорил об этом, вся вот анимация, каким образом исчезающие появляются, потому что они исчезают в темноте, их не видно. И то, как это сделано, хорошо, нравится, графика хорошая, отлично все. Но то, что происходит далее, как всегда, это вырви глаз, а точнее вырви мозг. Потому что, во-первых, я был прав, судя по всему, и это действительно компьютерная игра, это RPG-шка, потому что Ранд принес Лагайну красное вино, он получил экспы, у него открылся новый скилл, убивать Мурдралов с помощью плетения огня, и он, короче, Мурдрала сжигает. Селин говорит ему, а, да ты такой прям умеешь направлять единую силу. А Ранд такой говорит, да, я умею, но я на самом деле люблю тебя. И тут просто, ну, ну, простите меня, пожалуйста, ну, сколько можно, ну, как вообще можно это вообще показывать? Ранд влюбился в Ланфир. Влюбился, полюбил ее, прям новая это, новая, блин, любовь, новый любовный интерес. Будет у нас Эгвейн, Ланфир и еще кое-кто, трое, да, то есть, зачем? Ну, скажите, слушайте, ты мне очень нравишься, да, ну, прям давишься, ну, ты красивая, честное слово. Ну, нравишься ты мне. Ну, какой нахрен люблю? Ну, почему они сделали, что Ранд влюбился в Ланфир? Ну, это же бред. Это бред. Ну, а Ланфир продолжает, короче, свой спектакль, типа, ой, я, в общем, было тяжело, но на самом деле мы будем с тобой вместе. И я тоже, на самом деле, умею направлять, давай, как всегда, займемся тем, чем Лан и Наниф занимались дуречье во время, вы поняли чего, и вдруг появляется у нас Морейн. И она, в общем, Ланфир убивает мечом, протыкает ее, перерезает ей горло, но Ланфир у нас на самом деле терминатор. Ее убить нельзя. Почему? Нам обязательно расскажут, мы ее обязательно забудем, потому что рассказывают они очень интересно, но, как всегда, это большой плевочек в сторону первоисточника, потому что отрекшиеся, какими бы сильными они не были, сами себя исцелять они не могут и бессмертными они не являются. Если отрекшемуся перерезать горло или ударить его в сердце, он точно так же умрет. Его может воскресить темный, но может воскресить его только в другом теле, потому что этому телу кирдык, оно не работает уже, все, в нем жизни нет, не получится. Но здесь, здесь опять же у нас терминатор, потому что Ланфир, пока вот Марин рассказывает Ранду, что я пришла тебя спасти, я этого Ланфира, я седаю, я брать не могу, а Ранд не обратил внимания вообще, что она только что направляла вот это вот Сиэллин. Она говорит, ты убила мою любимую, любимая моя, я тебя накажу, Марин говорит, окей, не накажешь, пошли со мной. И все это время Ланфир лежит и перезагружается. Помните момент в термонатре, когда у него там он валяется во второй части и вдруг бэкап, бэкап, там загорается красная лампочка. Возвращение систем в строй, резервная энергия включена, поиск Ранда Алтора по-прежнему является приоритетной миссией. Ланфир встанет и найдет его в следующей части. Ну вот как это работает? Что произошло? Что произошло, когда перерезали горло и убили ее мечом? Что произошло? Темный вселил в нее душу. Значит, получается, вы должны каким-то образом вести погибельный огонь? Окей, давайте посмотрим, каким образом вы это сделаете. Но что-то мне подсказывает, что это объяснят еще очередным вемпирским трюком. Потому что мы смотрим с вами дневники Ранда Алтора. Только, блин, хреновые. Потому что дневники вампира ты хотя бы знаешь, что ты будешь смотреть. Ты будешь смотреть подростковую драму, где будут красивые люди периодически менять пары на протяжении нескольких сезонов. Здесь ты ожидал эпичное фэнтези, в результате получил вампирную сагу без вампиров. Ой, ребята, я смотрю на аудио, блин, я, по-моему, таких децибелов еще не достигал. Вы уж простите, пожалуйста, но меня порвало. В целом, в целом, сериал, опять же, если отключить вот этот вот, который, механизм, который сравнивает этот сериал с произведением Роберта Джордана, то средненький фэнтези-сериал. Но нахрена я должен его отключать, если вы свой сериал называете «Колесо времени». Даже если оно основано. Покажите, чем оно основано, кроме имен. Хоть чем-нибудь, пожалуйста. Все, спасибо вам большое, что посмотрели до конца. С лайки, шмайки и так далее. Всем спасибо, кто поддерживает этот канал. На Бусти, на Патреон, здесь, в Ютубе ваши донаты очень-очень ценны и действительно помогают этому каналу развиваться далее. Ну и, как всегда, всех люблю, всех целую, даю себя от вас свет, не забывайте. Фэнтези – это круто! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!